Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по существу». Сегодня мы беседуем с заместителем начальника управления ГИБДД УМВД России по Магаданской области Виктором Ходоковым. Виктор Владимирович, здравствуйте! Доброго дня! Наступило лето, пора каникулы, дети на улицах, в том числе и на дорогах. Прежде всего, что говорят цифры по авариям с участием детей? В истекшем периоде текущего года у нас достигнуто снижение в Магаданской области уровня детского дорожно-транспортного травматизма с аналогичным периодом прошлого года. Так произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. В прошлом году эта цифра составила 10 дорожно-транспортных происшествий. При них пострадали 8 детей, 6 пешеходов и 1 пассажир транспортного средства. В прошлом году эта цифра составила 10, из них 6 пешеходов также и 4 пассажира транспортных средств. Погибших в ДТП детей нет ни в этом, ни в прошлом году. Следует отметить, что у нас в этом году произошел один наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. При этом нарушение правил дорожного движения было со стороны самого этого ребенка велосипедиста. В 2018 году было всего два наезда, но они не связаны были с управлением детьми. Это были взрослые люди, велосипедисты, которые нарушили правила дорожного движения. Он нарушает, я думаю, не только велосипедисты, но и дети-пешеходы. Как вести себя детям на дороге, тротуары, дворовые территории, чтобы не попасть под машину? Прежде всего, конечно же, пример подаем мы взрослым. Поэтому при движении с ребенком необходимо, с маленьким нужно обязательно переводить его за руку, объяснять безопасный путь по маршруту дом-школа-дом, объяснять правила перехода проезжей части, регулируемого пешеходного перехода, нерегулируемого пешеходного перехода. То есть самое первое – это подавать личный пример, не подавать отрицательного примера. Зачастую мы можем видеть, когда взрослые родители, сами переходя проезжую часть в неустановленном месте, либо на запрещающий сигнал светофора пешеходного, в том числе переводят и детей. И подают им такой отрицательный негативный пример. А в дворовых территориях какие правила для водителей? Как они должны двигаться, чтобы дети могут случайно выбежать? Согласно правилам дорожного движения, раздел движения в жилых зонах, коим приравнены и дворовые территории, пешеходы могут двигаться во дворах как по тротуарам, пешеходным дорожкам, так и по проезжей части. Водители обязаны вести транспортное средство с минимальной скоростью движения, дабы обеспечить преимущество пешехода. Во дворовой территории пешеход имеет преимущество, но в то же время в правилах есть оговорка не создавать необоснованных помех движению транспортных средств. Запрещается в отношении водителей, я сейчас скажу, запрещается сквозное движение, запрещается стоянка грузовых автомобилей, разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, вне специально оборудованных стояночных мест. Запрещается стоянка с работающим двигателем. Задача пешехода – это не любого, и ребенка, и взрослого, не давать, не подавать помех, создавать помех движению транспортных средств необоснованных, не выбегать резко перед проезжающим двигающимся транспортным средством, как зачастую бывает, из подъезда дети выбегают, а у нас двигатель двигается уже по дворовой территории. Быть взаимно внимательными, вежливыми и так далее. У нас статистика в этом году в положительную сторону, то есть таких вот моментов каких-то резонансных, ДТП с тяжкими последствиями не допущена, в том числе благодаря профилактической работе совместной с образовательными учреждениями, с медицинскими учреждениями, работе с родительской общественностью, пропаганде, в том числе через средства массовой информации. Мы занимаемся не только методами воздействия административными, штрафами и так далее, мы, наша сила в слове, мы вместе с вами проводим такую работу. А вот что касается автомобилей, как правильно перевозить детей? Потому что в правилах дорожного движения периодически меняются условия. Давайте расскажем, что сейчас актуально. Дети до 12 лет должны перевозиться на заднем сидении легкового автомобиля, должны быть пристегнуты имеющимися средствами, то есть ремнями безопасности. А дети в возрасте до 7 лет, включительно до 7 лет, обязаны быть детским удерживающим специальным устройством, позволяющим осуществить пристегивание. То есть так называемое детское кресло. Если ранее это требование распространялось и на детей более старшего возраста, то сейчас, в настоящее время, дети от 7 до 12 лет могут пользоваться совершенно свободно ремнями безопасности, без всяких дополнительных устройств. Но опять же, все зависит индивидуально, от телосложения, физиологии ребенка и так далее. То есть родители должны учитывать, если это высокорослый школьник, то, естественно, он пристегнется ремен. Если ему уже более 7 лет, но еще маленький, его время еще вырасти не пришло, то, конечно, нужно продолжать пользоваться детским удерживающим устройством. Ответственность за это наступает именно за неиспользование специальных устройств при перевозке детей до 7 лет. Некоторые родители считают, что эти кресла... Ну, зачем на них тратить деньги, если шанс попасть в аварию невелик? Что показывает практика, насколько эти кресла удерживающие устройства действительно помогают во время столкновений? В Госавтоинспекции регулярно проводится анализ дорожно-транспортных происшествий с целью выявления причин, условий, способствовавших всех обстоятельств, послуживших механизмом совершения этого дорожно-транспортного происшествия. В том числе, уделяется моменту пристегивания участников дорожного движения, пассажиров и водителей, также находящихся в салоне транспортных средств детей. И статистика говорит о том, что в тех случаях, когда было правильное использование ремней безопасности, детских удерживающих устройств, это позволило избежать более тяжких последствий, более тяжких телесных повреждений, вреда здоровью и, может быть, в некоторых случаях, и летального исхода. Именно благодаря, я подчеркну, детским удерживающим устройствам и ремням безопасности, несмотря на то, что довольно серьезные механические повреждения получали транспортные средства в этих дорожно-транспортных происшествиях. Поэтому обращаюсь к участникам дорожного движения не пренебрегать этими требованиями, не так, как бы, то потраченное время на пристегивание ребенка в машине, на обеспечение его безопасности, не так много оно займет, так скажем, вашего внимания, труда какого-то и времени, нежели затем, впоследствии, это выльется в более тяжелые, негативные последствия. Ну, лето, это и пора детских лагерей, детей переводят группами в музеи, вообще в абсолютно разные места. Как правильно организовать передвижение групп детей по городу? Ваш вопрос, я бы хотел немножко разбить на два подвопроса. Во-первых, у нас, с учетом наших расстояний, больших, нашего протяженного, по протяженности автомобильных дорог региона, передвижение детей зачастую связано с перевозкой организованных групп детей автобусами, то есть тех транспортных средств, оборудованных для перевозки свыше восьми пассажиров. Законодательство Российской Федерации, а именно постановление правительства Российской Федерации номер 1177 и также соответствующий приказ МВД России в рамках реализации данного постановления, которое относится уже к сотрудникам госавтоинспекции, предусматривают, первое, это уведомительный порядок, то есть если следует организованная группа детей на одном или на двух транспортных средствах свыше восьми пассажирских мест на двух автобусах, один или два. Организаторам перевозки подается заявка в подразделение госавтоинспекции не ранее, чем за три дня до начала планируемой перевозки. Подробно можно ознакомиться, обратившись в подразделение госавтоинспекции, а также обратившись на сайт, региональную страничку, интернет-сайта госавтоинспекции. Мы проводим постоянную удовлетворительную работу, всеми необходимыми материалами обеспечены учреждения образования, медицинские учреждения, перевозчики, автотранспортные предприятия, индивидуальные предприниматели. В принципе, этот уведомительный порядок у нас организован. В случае, если колонна транспортных средств составляет 2, 3 и более, здесь обязательное требование – это подача заявки на сопровождение колонны транспортных средств патрульными автомобилями, дорожно-патрульной службы, государственной автомобильной инспекции. Они подаются за 10 дней, рассматриваются. Для чего это нужно? Это необходимо, чтобы организовать служебную командировку сотрудников, получить необходимые горюче-смазочные материалы, подготовиться, получить командировочные документы для убытия в другой район и подготовившись осуществить это сопровождение. Такие сопровождения у нас, если колонна идет свыше 3 единиц транспортных средств, осуществляются как по областному центру, так и в районах области. Но в последнее время, я подчеркну, в принципе, более перешли на уведомительную форму, так как состав колонны перевозящей организованной группы входит до трех автобусов, то есть один, либо один самостоятельный, либо два автобуса. В этих группах обязательно определяются сопровождающие лица, медицинские работники. Нормативные документы утверждают перечень сухого пайка, питьевой воды, медикаментов. Вместе с уведомлением подается список сопровождающих и список детей с указанием даты их рождения. Вот это о перевозках автомобильным транспортом. Это основные требования. Предусмотрена ответственность кодексом административных правонарушений. Ответственность четко распределена между физическим лицом, то есть непосредственно самим водителем, должностным лицом, ответственным за перевозку, и юридическим лицом, который осуществляет перевозку такого характера. Довольно-таки, я могу сказать, что довольно-таки санкции суровые. Если это юридическое лицо, максимальный размер штрафа составляет за нарушение правил перевозки организованной группы детей максимальный размер штрафа достигать до 400 тысяч рублей. Таких фактов выявлено не было в текущем году, как и в прошлом году. Были незначительные нарушения, которые устранялись на месте, привлекаясь к ответственности водителей и должностные лица. Что касаемо пеших групп детей, которые следуют у нас на пешие прогулки, в парк, в музей краеведческий и так далее. Группа детей должна переводиться в сопровождение сопровождающих, должен быть впереди колонны сопровождающей и замыкающей колонны. Переход осуществляется на разрешающий сигнал светофора, завершается по возможности до окончания разрешающего зеленого сигнала светофора. Согласно правилам дорожного движения, водители обязаны дать возможность завершить маневр пешеходам, которые не успели пройти через проезжую часть до завершения разрешающего сигнала светофора. Меры безопасности должны неукоснительно соблюдаться, то есть запрещается переводить эти группы детей в неустановленных местах, даже не то, что не рекомендуется, а запрещается. Соответствующие инструктажи об этом проводятся, мы об этом постоянно инструктируем работников, руководителей системы образования, нацеливаем их на правильное соблюдение и последовательное соблюдение всех действий по обеспечению безопасности детей. Вы говорили про автобусы. Скажите, как должен выглядеть автобус для перевозки детей и как он должен быть оборудован, чтобы родители знали, куда можно срать ребенка, куда нет? Я могу сказать, что в настоящее время все перевозки осуществляются автобусами, соответствующими техническому регламенту Томоженного союза о безопасности колесных транспортных средств. В соответствии с установленными нормами, требованиями и стандартами данный автобус оборудуется соответствующим образом и его название называется школьный, даже в регистрационных документах об этом есть соответствующая отметка. Для обеспечения видимости участникам дорожного движения имеет цветографическую окраску кузова в более яркий, как вы обратили внимание, желтый цвет, проблесковый маячок, специальный световой сигнал желтого или оранжевого цвета на нем и при перевозке организованной группы детей он должен быть включен. В салоне оборудуются места, все места без исключения оборудуются ремнями безопасности, имеются места для как для самих несовершеннолетних, так и для взрослых, как бы различные компоновки, имеется дополнительная подножка, имеются места для складирования тех предметов, которые необходимы для следования, если свыше трех часов, определенным образом должны быть сухпайки, питьевая вода и так далее. Значит, данных автобусах, что у нас, они в обязательном порядке оборудуются устройствами для контроля за режимом движения, труда и отдыха водителей, то есть так называемыми тахографами и системой ГУЛОНАСС-ДЖПЕС. То есть это сделано законодательно и реализуется практически, дабы исключить нарушение режима труда и отдыха, следование водителей сверхустановленного лимита продолжительности рабочего времени, исключено движение в темное время суток. И почему это устройство полезно? Оно позволяет отследить, оно контролируемо, оно невыключаемо, то есть оно позволяет, когда, где этот водитель двигался, с какой скоростью, когда у него были периоды остановки в тех контрольных точках, которые прописаны маршрутом следования. В принципе, здесь порядок налажен, у нас есть понимание с перевозчиками, и эти требования соблюдаются. В целом они соблюдаются, за исключением, я бы рассказал, некоторых единичных случаев, когда у нас в прошлом году привлекались к ответственности водителей, даже с милицией. Маленькие дети в лагерях, а дети постарше, как правило, гуляют сами на улицах, и зачастую это велосипеды. И можно наблюдать на улицах, как они ездят по дорогам, можно ли это делать, и кому, и вообще, как правильно передвигаться на велосипеде по городу. Правила дорожного движения четко регламентируют возраст, с которого несовершеннолетним детям можно передвигаться по проезжей части улицы дорог. Этот возраст наступает с 14 лет. То есть до этого возраста все катания должны производиться на закрытых площадках, на дворовых территориях, с соблюдением всех мер предосторожности, без выезда, на проезжую часть. Как правильно велосипедистам переходить дорогу? Назову общие правила для велосипедистов, которые необходимо соблюдать. Велосипеды движутся, как и мототранспортные средства, у правого края проезжей части, допускается их движение в два ряда. Для велосипеда исключено такое понятие, как левый поворот. При приближении к перекрестку, на котором организовано, как организовано, как и к нерегулированным пересечениям проезжих частей, велосипедист обязан спешиться и перевезти велосипед через проезжую часть в установленном месте по пешеходному переходу в землю. При осуществлении правого поворота он может спокойно продолжать движение с правым поворотом либо в прямом направлении с соблюдением требований правил дорожного движения. Но опять же, если этот перекресток регулируемый либо пешеходный переход, то на разрешающий сигнал пешеходного светофора. Зачастую мы видим такие нарушения со стороны велосипедистов, как выезжая с тротуара на пешеходный переход, любой регулированный, нерегулированный, не спешиваясь, нажимает на педали и проезжает стремительно пешеходный переход. Это создает дополнительные помехи участникам дорожного движения, водителям, время реакции которых значительно увеличивается, так как увидев, оценив приближающуюся велосипедиста, оценив ее скорость, нажав на педаль тормоза, не всегда удается, так скажем, вовремя среагировать. Поэтому вот этого допускать нельзя. В обязательном порядке. И мы должны детям объяснять. И среди взрослых мы такую работу проводим. Сейчас началось теплое время года у нас и в районах области, и в городе Магадане. Многие пересели за здоровый, занимаясь здоровым образом жизни, пересели на велосипед. Не забывая о здоровье своем, надо заботиться и о здоровье окружающих, не причинить вред ни себе, ни, так скажем, не принести неприятности другим участникам дорожного движения, тем более детям. Проводите ли вы какие-то профилактические мероприятия с детьми? Если проводите, то в какой форме? Профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе. Они бывают как плановые, так и внеплановые, исходя из складывающихся на сегодняшний день обстановки с аварийностью с этой категорией участников дорожного движения. Могу сказать, что в текущем году успешно проведены и принесли свои положительные результаты мероприятия «Внимание, дети», которая проходила в несколько этапов. Проходило внеплановое мероприятие нашим строевым подразделениям дорожной патрульной службы только на территории города Магадана. Проведены 4 мероприятия в районах области. Это наряду с теми мероприятиями, которые планируются в рамках всей Магаданской области. С началом летнего сезона запланированы и уже реализуются выезды сотрудников госавтоинспекции в детские оздоровительные учреждения. Эта работа проводится постоянно, если это период не летних каникул, учебный год. Это образовательные учреждения, средние школы, дошкольные учреждения. Это беседы с преподавательским составом. Это беседы при беседах в трудовых коллективах. Мы также, так как везде родительская аудитория, мы доводим до участников этих, так скажем, площадок те требования, которые относятся к обеспечению безопасности детей. Ежедневно на инструктажах, заступающих на маршруты патрулирования нарядов дорожной патрульной службы, в районных подразделениях, в отдельной роте дорожной патрульной службы, в городе Магадане, заступающим на службу сотрудникам ставятся задачи по профилактике выявлению и пресечению правонарушений, связанных с несоблюдением установленных требований, относящихся к перевозке детей. В первую очередь, это непосредственно относится к пешеходам, но в равной степени и к водителям, которые осуществляют перевозку пассажиров, так как ответственность, прежде всего, водителя, который перевозит детей, внесет полную ответственность, управляет источником повышенной опасности. Это ответственность вдвойне. на нем, поэтому с этой категорией мы работаем более плотно. Есть некоторые мнения о том, что не нужно пристегивать ремень безопасности на короткое расстояние, или пристегивать ребенка в детском кресле, или вообще не использовать это детское кресло. Ведь расстояние короткое, город Магадан маленький, в районных наших населенных пунктах, городских округах расстояние еще меньше. Зачем? Я хочу развенчать это ошибочное мнение. Все-таки, еще раз повторюсь, наверное, я уже об этом говорил, не стоит то затраченное время и то усилие, а тем более стоимость этого детского удерживающего устройства несоизмеримо меньше, нежели чем те потери, которые приносят у нас дорожно-транспортные происшествия в части потери здоровья, а иной раз в жизни. Поэтому, если сопоставить два вот этих вот разных, так скажем, уровня, они не сопоставимы друг с другом. Не нужно считаться с этим ошибочным мнением о том, что со мной ничего не произойдет. Правила дорожного движения, они в обиходе бытует такое понятие, как правила дорожного движения, написанное кровью. А действительно, правила дорожного движения Российской Федерации, а до этого и Союза Советских Социалистических Республик, они базируются на опыте, многолетнем опыте автомобилизации нашей страны. В госавтоинспекции уделяется внимание не только профилактике дорожно-транспортного травматизма путем надзора за дорожным движением, выявления каких-либо административных правонарушений. Значительную часть своего служебного времени мы уделяем обустройству уличной дорожной сети, технических средств организации дорожного движения. При этом в приоритете участки уличной дорожной сети вблизи образовательных учреждений, школ, детских садов. И самое особое внимание – это пешеходным переходам. То есть в идеале пешеходный переход, если он есть, если стоит знак «пешеходный переход», в этом месте должны быть созданы максимально комфортные условия всем участникам дорожного движения. Пешеходам для перехода к проезжей части, водителям для пропуска пешеходов и следования бесперебойного, безопасного следования заданного направления. Пешеходный переход в своем обустройстве должен иметь пешеходное ограждение, предотвращающее внезапный выход пешеходов на проезжую часть, разметку соответствующую, зебра так называемого. Для лучшей видимости она применяется с элементами нанесения линии желтого цвета в сочетании с белыми. В последнее время владельцы уличной дорожной сети по согласованию и по предложениям госавтоинспекции обустраивают такие вот участки вблизи образовательных учреждений светофорными объектами с возможностью принудительного вызова пешеходной фазы. Искусственная неровность. Мы вышли с предложением организовать искусственные неровности, совмещенные с пешеходным переходом. То есть это возвышенность такая. Пока это не реализовано, но в других регионах Российской Федерации имеется такой передовой положительный опыт совмещения искусственной неровности с самим непосредственно пешеходным переходом. Освещение. Немаловажное влияние с учетом особенностей нашего региона. Освещение имеет немаловажное значение. То есть световые опоры, светильники, равномерное и полноценное освещение зоны пешеходного перехода. Уделяем внимание таким нарушениям, в том числе вблизи детских учреждений, а сейчас в летнее время это перед площадками детскими, как соблюдению требований правил дорожного движения водителями в части остановки стоянки. То есть 5-метровые зоны правил дорожного движения запрещают остановку вблизи 5 метров и ближе к пешеходному переходу. Занимаемся этим вопросом также, в том числе средствами автоматической фиксации, прибором ParkRide, который у нас фиксирует в автоматическом режиме нарушение правил остановки стоянки. Виктор Владимирович, спасибо Вам большое за беседу. Напомню, мы разговаривали с заместителем руководителя управления ГИБДД УМВД России по Магаданской области Виктором Ходоковым. Виктор Владимирович, до свидания. Спасибо за поставленные вопросы. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова